Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Аркадий Романович на связи и предлагаю вашему вниманию свою онлайн-торговлю с комментариями уже за кадром. Буквально 2 часа назад завершилось заявление, прозвучало заявление и протоколы ФОМС у нас были, также была оглашена процентная ставка, ну как и ожидалось она осталась. Прежде вот сейчас вы увидите несколько моментов из моей онлайн-торговли перед новостями, которые я очень часто практикую по золоту, по S&P 500 и по DAX. Так как мы и ожидали, забегая немного вперед, скажу, что бакса слаб, это вполне ожидаемо было и соответственно мы входили, вы сейчас как раз видите золото, как раз самый разгар, самый момент оглашения ставки 21.00. И я как раз сейчас показываю то, что если цена пробьет вот этот вот канал, то я буду вынужден закрыться, потому что никогда не знаю, что произойдет через минуту-другую и как рынок отреагирует. Но сигналы были явно бычьи и мы вставали на бай, вот вы сейчас видите стандартный объем в один лот стоит на покупку золота. Мы пытаемся пробить обратно зону поддержки и если вы видите трендовую линию, достаточно хорошую, которую мы пробили хорошей свечкой, вот сейчас видите рынок тестирует. Сейчас пройдемся по другим инструментам, посмотрим, британец, фунт-доллар, пока нет реакции, да, самое начало 21.05 где-то сейчас, доллар-франк, да, пока еще не упал. Ну сейчас уже 12 ночи по Москве, да, поэтому все уже, вся картина уже по-другому. Австралиец немножко напугал. Ну видим, да, что никаких изменений, все вполне ожидаемо, ничего нового. Да, еще раз говорю, цифры и вот эти все макро-статистика, она не имеет никакого значения для принятия решения. Никакого. Сейчас мы перейдем снова с вами на графики и будем смотреть другие сделки. 27 июля еще раз, я сам себе напоминаю, 21.15 уже. Золото по-прежнему, да, пытается обратно пробить тренды, вы видите, желтым цветом выделена трендовая линия. Причем ее пробили четко. Сейчас вы увидите. Еще несколько вариантов. Да, по S&P, по DAX. Ну давно ожидалось, что золото пойдет вверх, просто вопрос времени. Как раз сейчас драйвер такой появился в виде протокола ФОМС. Вот в этот момент очень важно не изменять своим правилам. Видите, рынок хочет уйти вниз. И может становиться немножко страшно, может быть закрыться и так далее. Важно ждать. Как раз я риск себя отвел в 400 пунктов. Максимум в 500. Пробой вот этого канала я бы закрылся. Не пробили, я ждал тейк профита 1342. Плюс-минус где-то в этом диапазоне у меня тейки стоят. Ну уже они закрылись. Прошло уже 3 часа с момента моей торговли. Ну видим, да, болтается рынок. Попытки отскочить. Ну бренд вообще никак не реагирует. Достаточно скромно. Кстати, мою позицию по S&P выбило. Если вы, не знаю, ранее видели. Или с профитом выбило. Я просто в прибыльную зону перевел сделку. И то, что рынок подрос, меня выбило. Но тут основной трейд и основной акцент был на золото у меня. Но тем не менее, даже по S&P удалось собрать определенное количество пунктов. Кстати, коллеги, напишите, пожалуйста, в чате. Точнее, не в чате, а под этим видео. Вообще, насколько такой формат, когда я комментирую со стороны свои сделки. Ошибки какие-то, либо какие-то удачные решения и так далее. Вообще, вот в таком формате. Потому что я убрал озвучку, убрал именно аудиозапись, аудиодорожку. Чтобы со стороны самому прокомментировать свои действия. И, соответственно, чтобы какой-то был у нас немного новый формат. Насколько вообще он интересен. Напишите свои комментарии. Для меня это очень важно. Сейчас мы опять смотрим на S&P. Еще раз говорю, продавал где-то 21,74. Еще мы с клиентами с утра это делали. И тейки уже сработали, но еще висели. Часть позиций висела. И вот мы переводили в прибыльную зону и нас выбило. Не стоит в таких ситуациях догоняться, пытаться долиться. Не надо этого делать. Снова золото. Пока ничего. И DAX. Вот видите, у меня открыт DAX. Уже прошло 3 часа. Сейчас 12 часов, но DAX вниз ушел немножко. Поэтому меня так и не выбило. По безубытку. Видите, позиция стоит в нуле. Поэтому достаточно интересно. Будем наблюдать, смотреть, как развиваются события еще в течение нескольких минут. После чего будем закругляться. Уже достаточно поздно. Да, еще раз я вам напоминаю, что 27 июля. Да, рынок был очень близок, чтобы выбить по безубытку. Видите, прям чуть-чуть йота буквально. Так, ну у меня было желание снова продать SP, но воздержался. Думаю, ладно. И в принципе был прав, потому что затем он вошел в коридор. Хотя у нас в этом коридоре было огромное количество трейдов. Огромное количество сделок. Причем очень мощный канал, очень мощный коридор. На самом деле пока никак рынок не определился. Но видим, что золото достаточно хорошо растет сейчас. Мы пытаемся сформировать новую вершину. Ну, да, вот видите, рынок бьется, бьется. Причем посмотрите, насколько точно мы пробили. Посмотрите, как четко. Возврат, возврат. И сейчас мы пытаемся закрыться выше предыдущего пика. Вот где я курсор ставлю. И по итогам скажу, что мы закрылись выше пика. И рынок благополучно улетел наверх. Принеся достаточно хорошие профиты нам. Сейчас мы еще посмотрим на евро. Евробакс. Да, там тоже у нас были рекомендации по покупкам перед ФРС. Еще раз говорю, вы также можете к нам присоединиться и быть на несколько шагов впереди. Не констатировать факт вместе со всеми аналитиками. А знать, где войти, когда войти. И, соответственно, в каком направлении. Что самое главное, перед новостью. Не вдогонку, а именно перед. Снова DAX. Ну, потом еще раз повторюсь. DAX чуть-чуть скорректировался. Есть определенный шанс, что по нему тоже удастся собрать определенное количество пунктов. Ну, видим, что и доллар-франк уже реагирует хорошо. Корректируется вниз. Сейчас осталось на евро. Ну, вот мы сейчас на последний инструмент смотрим на евро-доллар. И показываю, что если он пробьет трендовую линию, то мы будем вставать в лонгин на покупку. Вот. Ну, в итоге он пробил линию. И покупки тоже были очень-очень интересными. Рынок двинулся вверх. Все, коллеги. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам такой формат. Будет очень приятно услышать ваше мнение. Все. Спасибо. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok